Ахинский профессиональный лицей – единственное учреждение, которое готовит специалистов рабочих профессий. В основном для местных предприятий. Это электрогазосварщики, слесари контрольно-измерительных приборов, машинисты дорожно-строительных машин и автомеханики. Общество Роснефть Сахалин Мурнефтегаз в этом году сделало заявку на новую специальность. В этом году мы возновили подготовку станочников, ну или проще говоря, токарь по обработке металлов. Ахинский механический завод. Проблема с станочником в связи с тем, что поколение, которое было ушло, пополнения нет. На протяжении четырех лет мы перестали готовить, да, и даже больше, наверное, пять лет. И они, в основном, это идет по заявке предприятий, чтобы возновить подготовку этих специалистов. Но вы сейчас возобновили, да? Да, мы набрали в этом году группу станочников, будем возновить, будем учить. Кроме того, в учебном заведении заканчивается подготовка по специальности бухгалтер. Эта профессия из НПО ушла, но в связи с принятием нового закона образования мы получим статус среднего профессионального образования. Уже у нас есть учебные планы и программы. Мы думаем возобновить эту специальность с получением уже среднего специального образования. В течение учебного года в Ахинском профессиональном лицее обучаются порядка 350 студентов. До 180 подготовленных специалистов учреждение выпускает ежегодно. Во всем районе работают наши электрогазосварщики. Сейчас нужда, то есть все станочники – это выпускники нашего учебного заведения. Автомобилисты, водители – это практически 90% учащихся в нашем учебном заведении. То есть во всех отраслях все наши специалисты работают, все наши учащиеся, выпускники. Ахинский лицей – это старейшее учебное заведение подобного рода на Сахалине. История его насчитывает уже более 80 лет. Начали мы отмечать юбилей, первое юбилеем мы отмечали в 1999 году. Тогда мы занялись вплотную именно историей, потому что поименные книги, книги приказов у нас сохранились в 50-е годы. И нам показалось, что это абсолютно несправедливо, и мы решили восстановить вот эту историческую точную дату и стали ее искать. Где мы ее искали? Мы искали ее в музеях, мы искали ее в архивах. И хотя в книгах, во многих наших документальных книгах Сахалинской области стоит, как вы правильно сказали, 33-й год, мы обнаружили, и она у меня сейчас есть в кабинете, я вам ее покажу, есть направление, и нам его прислали копии, где учителя общества знания, а тогда общество знания это всем же преподавали, как в обязательном порядке, он был направлен в школу ФЗО города Айхи 31-й год. Тысячи специалистов рабочих, выпускников Айхинского профессионального лице, трудятся сегодня на предприятиях Севера Сахалина. А сколько всего выпустило учебное заведение, за всю историю своего существования подсчитать даже не пытались.